Всем привет, друзья! С вами Механик и сегодня мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2. Мы едем по Казахстану, мы уже в Октобе. И в прошлой серии, ребят, мы с вами добрались наконец-таки до грузового автосалона. Сейчас самое время для того, чтобы выбрать грузовую фуру, взять наконец-то груз и уже поехать. Так, давайте выбирать в конце концов. Нам нужна какая-то нормальная тачка. Вот, видите, мы в автосалоне МАН, Октобе, все дела. Всем привет из Казахстана. И да, кстати, в это видео попадают следующие топ-комменты. Ставь свой лайк, пиши комментарий и попадай прямо в следующее видео. И да, ребят, не забывайте добавляться в друзья ВКонтактик и другие соцсети. В общем, все, подписывайтесь, все в описании. Так, смотрим, что мы будем сейчас брать. Я предлагаю чисто гульнуть, гульнуть нормально на все бабки. Берем TGX, XXL, правильно? Правильно. Сейчас мы немного изменим конфигурацию. Сделаем, чтобы было красиво, чтобы нам возить было удобно. А эту игру и многие другие ты можешь купить у меня в магазине. Лучшие ключи и аккаунты по самым низким ценам. Заходи и покупай. Ссылочка в описании. Так, насчет задней оси. Мне кажется, что длинную это не стоит брать. Наверное, все-таки... Так, 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 с подъемным, с подъемным, не с подъемным. Блин, или все-таки взять вот такую. Все-таки мало ли, да, какие дороги будут. Давайте выберем все-таки такой вариант. Что у нас по лошадям? 680 лошадей, 3000 моментов. Вот так просто за глаза хватит. Берем его. Но он уже у нас есть. Коробочка. Так, а коробка у меня автомат или механика стоит, я не помню. Поэтому надо ставить что-то вот 6 передач с ретардером. Скорее всего, самый лучший будет вариант. Да, думаю, да. ZF, тем более, вообще пушечка. Так, по салону. Есть какие-то вариации у нас? Да, можно сделать светлый салон, либо темный. Темный, наверное, все-таки как-то поинтереснее выглядит. Светлый уж совсем, совсем не алло. Цвет фуры. Я думаю, что можно взять какой-то вообще обычный. Потому что, мне кажется, достаточно быстро мы пролетим сейчас оставшиеся. Оставшиеся земли Казахстана. Конечно, ребят, заедем во все места. Как я и обещал. То есть, ничего пропускать мы не будем. Давайте белую возьмем. Реально круто выглядит. По аксессуарам. Что нам нужно? Здесь ничего не надо. Здесь мы не будем пока ставить. Тут, я думаю, вот такой козыречек. Поставим, красиво выглядит. Здесь, конечно же, хром. Побольше хрома. Чтобы фура была реально красива. Чем красивее тягач, тем лучше. Тем приятнее на нем ездить. Здесь мы возьмем вот такую губу. И на нее сейчас мы бахнем с вами. Господи, что это такое? Хела. Какие-то лампочки новые. Хела. Хела LED. Ну, типа светодиоды получаются. Мне кажется, они просто выжигать глаза будут. Так. Сейчас посмотрим. Посмотрим, как они будут светить. Здесь что? Здесь всякие кенгурины и прочее. Думаю, наверное, нет смысла их ставить. Есть только вот такой. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Да не, не, бросьте. Фигня какая-то. Так. Ну и что? И все получается. Все реально. Здесь больше нечего поставить. Резина есть. Колеса есть. Менять пока не буду. Так. И здесь нам нужно, наверное, поставить навигатор. Так. Сюда мы не будем пока табличку лепить. Здесь мы, я думаю, кружечку для кофе поставим. Сюда что? Что мы можем сюда поставить? Так. Собачку с качающейся головой. Само собой. Телефон положим. И думаю, что еще сюда? Так. Кошелек, наверное, не надо класть сюда. Так. Что же поставить-то? Может, вот это типа компаса? А туда тоже табличка, тоже не нужна. Здесь мы поставим с вами ноутбук для того, чтобы заливать видосики. А сюда поставим мы вот такой вот холодильничек. В нем будем что-то хранить. Так. Наверх. 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 Мы можем повесить шторочки. Шторочки. Так. Надо какого-то другого цвета подобрать. Вот. Черный с красным, наверное, да? Или белый с красным. Какие-то вот такие шторочки. Я думаю, повесим. Не знаю, колхозно это выглядит или нет. Но это выглядит, по крайней мере, прикольно. Что-то новенькое. Что-то более интересное. Так. О, черепок. Черепок повесим. Должен он болтаться, пока мы будем ехать. Ну и, в принципе, на руль мы что-то еще можем ляпнуть. Ёлки-палки. Вот это рулина. Обалдеть. Ну, это слишком большой руль, конечно, сюда. Но выглядит он мега прикольно. Так, ладно. Давайте тогда бахнем еще какую-нибудь рукояточку, чтобы вот так вот, типа, крутить можно было быстро. Хотя, если честно, то он и так крутится нормально. Ну, типа, любой руль практически, он не скользкий. Ну, может быть, это и удобная штука. Не знаю. Напишите в комментариях, как вы считаете. Короче, принять. И делаем мы трейд-ин. Сдаем наш добрый фордяк, на котором мы проехали очень-очень много. И теперь мы будем ехать вот на этом шикарном мане. Сейчас мы выберем место, где взять груз. И поедем уже. Я надеюсь, что нас отправят с грузом. А мы выберем сейчас, куда мы ехать. Сейчас я посмотрю карту. Давайте. Давайте сначала попробуем вообще на нем, как он. Да, у нас коробочка автоматическая. Это шикарно. Вообще круто. Кстати, сейчас надо проверить свет. Что по свету у нас. Так, дальник есть. И сейчас мы посмотрим тогда, чтобы у нас все фары включились. То есть, дальний свет на крыше и передние. Ну, пока, если честно, не видно. Пока, если честно, не видно. Но мы посмотрим, как оно будет. Не знаю, доедем мы до ночи. Будем ехать или не будем ехать. Нам в любом случае нужно сейчас найти какой-то груз. Так, и выключить дальний свет. Потому что, что же мы, как эти дураки с вами едем на дальнем свете днем. Короче, погнали в карту. Сейчас мы посмотрим. Я нахожусь в октобе. И... Так, получается, мне нужно ехать сейчас куда-то вниз. Правильно? Для того, чтобы проехать всю карту. Такс, такс, такс. Да. Да, собственно говоря, вниз. Слушайте, а тут много места. Так, 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 так. Сейчас тогда мы найдем и ищем какой-то груз. Вот рядом, прям, смотрите, вон типа Икея какая-то транспортная компания, да? То есть мы ищем груз и повезем его куда-то вот в идеале сюда. Кандуагаш. Кандуагаш. Так, дальше у нас Тимир. Потом Шубаркудук. Шубаркудук, да. Если неправильно читаю какие-то названия, поправляйте меня. Вот здесь мне очень интересно, что здесь будет. Потому что здесь, видите, просто отсутствует дорога. Так, Мукур. В общем, будем двигаться в этом направлении. Интересно посмотреть, что здесь. То есть тут-то мы ехали с вами от Уральска, получается. Я посмотрел, кстати, да, действительно. Вот где-то тут уже, по сути, получается, Самарская область. И тут доехать до Уральска вообще фигня просто. Так, и вот мы через Уральск, получается, проехали, проехали, проехали. Приехали вот сюда. Ладно, погнали тогда искать какой-то груз. Или давай прямо вот так вот мы сейчас посмотрим. Прямо здесь грузы, прямые перевозки. Так, что у нас есть? Мы сейчас находимся в Октобе. И что мы можем везти? Так, Алга. В принципе, неплохие варианты. Вот, наверное, тачки повезем. Как раз мы проедем через Алгу и поедем к Андуагаш. Да, да, думаю, да, почему нет, повезем тачки. Выбираем тогда как место. И поехали за... Поехали брать прицеп. Назад, к сожалению, нельзя выехать там, поэтому мы сейчас вот тут быстренько объезжаем. Так, что у нас по навигаторам? Два навигатора работают. Это вообще шикарно. Очень удобно. Так, тут пропускаем. Тормоза очень-очень хорошие. Реально прям от тормоз... А, стоп. Стоп. А зачем я сюда-то поехал? Мне в другую сторону, блин. Что-то топнул. Тупнул немножко. Поехали. То есть, сейчас, получается, мы должны за грузом ехать. Получается, что, мы уже выезжаем из Октоба, что ли? Странно. Я думал, что где-то в городе. Ну, судя по карте, она была где-то в городе. Но, по факту, мы сейчас куда-то с вами выезжаем. Такс. Что тут у нас? Видимо, где-то здесь, да? Ну, то есть, за городом, получается. Мы сейчас загрузимся. Вот по кольцу налево уходим. Блин, ну, ман, конечно, ман фигачит нормально. От души едет. Серьезно, прям машина радует. Ну, а что она не будет радовать? Новая тачка. Тормоза, я бы сказал, даже слишком. Слишком тут хорошие. Потому что он прям вообще как вкопанный встает. Давай, давай, братишка. Давай, 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 давай. Пошел, 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 родимый. Давай, 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 пока никого. Давай, братушочек. Я тебя немного сейчас... А, нет, я тебя не объеду здесь. Блин, ну как вкопанный встает вообще. Что-то Unreal какой-то. Разгоняется хорошо, но чисто как вкопанный. Так не пойдет. Надо, наверное, мне чувствительность тормозов чуть убавить. С другой стороны, на скорости она будет оттормаживаться просто на ура. Это хорошо, конечно же. Так, самолеты летают. Пока идем без нарушений. Я не понимаю, где нам загружаться-то? В чем прикол? Или как это вообще работает? А, вот она где. И только потом мы поедем вниз. Ну, понятно. Ладно, тогда едем дальше. Я просто забываю, что это достаточно большой город. И здесь много, где можно проехать. Знаете, мне надо добавить немного звука, потому что я вообще фуру не слышу. Что-то оно прям очень тихо работает. Думаю, где-то вот так наполовину. Надеюсь, что вам не будет слишком громко. Просто хочется слышать, как работает этот грузовик. Все-таки он приятный достаточно. Либо шумка хорошая, либо что. Не знаю, в чем дело. Так, что тут у нас по скорости? Разгон хороший. Сейчас соточку почти сделаем. Соточка есть. Тут ограничение 80. Идем с небольшим нарушением. Ну, просто посмотреть. Дорога идеальная пока что. Вообще классно. Классно. Я думаю, что сейчас возьмем груз и долетим достаточно быстро. Оп. Вот немного, может быть, коробка подтупливает или что. Но не хватает именно резвости какой-то на переключениях. То есть сейчас я сбросил газ. Мне надо вроде как резко повернуть. Не могу. Не хватает мощности. Или мощности, или коробка подтупливает. Вот непонятно. Кстати, а почему? В чем прикол? Как у меня может быть 15-я передача, 16-я сейчас передача, если я поставил 6-ступенчатый автомат с ретардером? В чем прикол вообще? Опа. Так. Прямые перевозки. Смотрим, смотрим, смотрим. Да, да, вот оно и есть. А этот еще дальше, кстати. Ну, давайте. Давайте, наверное, вот так сначала сделаем. В любом случае, там есть тоже транспортная компания. И мы сможем, я думаю, что-то там придумать. Так, 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 так. Вот он, наш прицепик. Да, вот он. Все, погнали. Погнали потихонечку. Сейчас зацепимся и поедем. Выйду я здесь или надо? Да, выйду, наверное. Такс. Потихоньку полегонечку. Чтобы ничего не повредить. Все-таки машины. Так, сцепочка у нас происходит. Ось поднята. Все, можем, в принципе, выезжать. Вообще не чувствуется. Вообще не чувствуется просто. Такс. Выехали. Что, Шкоды везем? Отлично, Шкоды новенькие везем. Это круто. Ну, что, ребят. Давайте, пожелайте хорошей дороги мне. Надеюсь, что нормально поедем. Так. Ну, в принципе, ну, ладно, не могу сказать, что не чувствуется. Все-таки чуть-чуть, чуть-чуть есть. Есть, добавилось веса. Хотя это достаточно легкий для него вес. Все-таки это тягач мощный. Это вам не КамАЗ какой-нибудь? Хотя КамАЗ... Если честно, мне очень нравится КамАЗ. Я вот прям, мне нравится на КамАЗах тут гонять. КамАЗы здесь реально хорошо сделаны. И они прям вот передают все вот эти эмоции, которые получает водитель КамАЗу. То есть тебя трясет нормально. Ты можешь в любую секунду сломаться. Ты можешь улететь с трассы куда-то. Ну, чистой воды КамАЗ. Классная тема. Так, сейчас мы должны сюда... Так, куда? Да, вот сюда. Вот сюда, сюда, сюда. И пропускаем. Мог бы, конечно, выехать, но лучше не рисковать. Ну, нафиг с грузом рисковать. Блин, там легковушечка пошла уже. А вот, наверное, сейчас в эту щелочку мы как раз и бахнем. Давай, 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 давай. Оп, там никого, тут никого. Класс. Классненько. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Погода шикарная просто, ребят. Кстати, кто из Казахстана, напишите, что у вас там за погода сейчас. Ну, интересно, у вас намного теплее или, ну, так, типа, среднее. Вот, правда, интересно. Ну, все-таки вы достаточно южнее находитесь. Хотя, возможно, тоже зависит от того, в какой конкретно вы части Казахстана находитесь. Ну, да. Ну, в общем, напишите, будет интересно почитать. Так, что тут у нас? Поворот. В принципе, 80 идем. Я думаю, нормально, можно закладывать. Хотя ограничение 60 здесь всего лишь. Так, ограничение 60. И обгонять тут нельзя. Тут уже пошел, типа, мост какой-то, что ли. Блин, 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 блин. Давай, давай, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть ускорься, пожалуйста, копчик. Товарищ полицейский, чуть-чуть ускорься. А, нам все равно уходить. Алга. Так. Уходим, значит, в направление Алга. Здесь что-то, вон, авария какая-то уже произошла. Что, полоса разгона-то нету, а я вылетаю. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Что-то не заметил, что полосы разгона нет. Так, тут у нас суженец пошло. Все, ребят, мы покинули Октобе. Вот так вот. То есть, она настолько обширная, вот эта вот область. Я думал, что гораздо меньше. По факту, очень-очень большое место, очень большое пространство занимает. Это было... Ну, я думаю, мы еще вернемся, посмотрим все более детально. Сейчас нам нужно довезти груз в целости и сохранности. Люди ждут свои новые машины, новые Шкоды. Кстати, где они? А, блин, плохо видно их. Такое ощущение, вот я посмотрел по зеркалам, как будто у меня машины пропали с прицепа. Это было бы, конечно, печально. Потихонечку идем, что? В натяг. Сейчас вот в горку. О! В пол нажал. Идем на 12-й передаче. 13-я подрубилась. По оборотам все хорошо, все в зеленой зоне. Ой, опять дорожные работы. Да что ж ты, елки-палки. Вот забываю, что тормоза резкие. Прямо что-то продавил сильно и все, понеслась тут. Так. Аккуратненько объезжаем, объезжаем, объезжаем. По идее, должны разъезжаться мы со встречкой. Если он чуть-чуть примет вправо. Да, спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, пожалуйста. Все, поехали. Проезжаем сейчас какой-то населенный пункт мы, кстати. Так быстро. То есть вот только вы их. Уже алга? А мы, подождите, а мы разве в алгу везем? По-моему, мы не в алгу везем, а куда-то дальше. Да, точно, мы дальше везем. Я что-то прямо аж... Ну, не то чтобы испугался, но... Я думаю, такой, как это? Мы чуть-чуть уже приехали, что ли? Все. Такого быть не может. Так. Ребят, кстати, скорее всего, в ближайшем времени я запущу стримчик, и мы с вами проедем весь Казахстан. И потом уже перейдем к каким-то другим картам. В общем, если хотите стримчик по Казахстану, то поставьте лайк этому видео и напишите об этом в комментариях. Я почитаю комментарии, в любом случае я читаю все комментарии, и если, ну, я увижу достаточной активности, достаточно вашего желания, то обязательно его сделаю. Либо, может быть, по какой-то другой карте, если вдруг Казахстан вам поднадоел. Так, вот у нас алга, получается, справа, а нам нужно налево уходить. Да, то есть здесь вообще она, видите, ну, небольшой такой населенный пункт получается. Так вот я и еду за ним. А мы его сейчас так вот сделаем. Мы вот так вот его сейчас сделаем просто. Вот и все. И можно немножечко топнуть, пока дорога абсолютно пустая, никого нет. Немножечко надо разогнаться. Да, с небольшим нарушением все-таки я иду, но что? Все, мы алгу проехали уже, если она склоняется алга. Или алга проехали. В общем, проехали. Едем дальше. Едем в сторону того места, куда нам надо сдавать груз. К сожалению, я забыл уже, как называется. Так. Что-то я разогнался, разогнался. Хотя нет, все равно дорога чистая. Можно, можно фигачить. Господи, куда ж ты так летишь на своем автобусе? Я думал, он сейчас просто вот так на перерез пойдет. Я уже все, как бы простился уже с фурой. Думаю, ну все. Придется ввести в ремонт ее. Ты нормальный вообще, нет? Это вот что у него просто в голове? Что он делает? Канди-я-гаш. Так. Так это все уже? Вот оно место. Место встречи изменить нельзя. Куда-то, куда-то нам... Куда нам? Куда нам? Господи, вот это развязка. Ребя, вот это развязочки тут. Жесть, конечно, развязки. Такие прямо запутаться вообще нифиг делать. То есть без навигатора, мне кажется, можно заплутать здесь. Так, ну а что мы? Получается, вообще прям долетели просто в лед. Можно дальше ехать? Реально можно ехать дальше. Сейчас посмотрим, что здесь по грузам. И, возможно, куда-то будем дальше двигаться. Потому что сейчас... Что-то очень быстро как-то все. Очень быстро и непонятно произошло. Я даже не успел, так сказать, насладиться поездкой. И вроде даже сильно-то я и не топил, кстати. Так. Ну, что тут у нас получилось? Показать результаты, продолжить. Так, отправляемся дальше в путь. Можно, конечно, здесь и свой прицеп купить, и дальше ездить. Ой-ой-ой-ой, ешеньки, ешеньки, что же я наделал, а? Бахнул в прицеп прямо. Так, выезжаем, и сейчас на выезде посмотрим, что по грузам у нас. Дадут ли нам что-то везти здесь или нет? Тут вот стоит несколько прицепчиков. Сейчас посмотрим, куда там они, куда они хотят, чтобы их отвезли. Сейчас мы, сейчас узнаем, ребят. Сейчас все узнаем. Так. Мы находимся здесь. И отсюда, что мы, куда можем? Тимир. Так, нет. В Уральск. Нет. Блин, ну что, в Тимир? Тогда поехали. Так, в Тимир. В Тимир, ВТимир. Сейчас мы погрузимся и поедем. Давай, давай, давай. Сейчас погрузимся, поедем. Это что у нас? Трактор какой-то. Где он стоит-то? Ага, вот он стоит. Оп, оп, стоп, оп, стоп, оп. Все. Давай. Все, поехали. Спокойно. Спокойно, поехали. Быстренько трактор отвезем. Тем более, я так понял, тут ехать вообще фигня. Блин, в миллиметрах просто прошел от забора. Видно вам было, нет? Реально в миллиметрах прошел. Сейчас, я думаю, долетим прям вот так, просто по щелчку пальцев. Очень. Расстояние тут. Ну, не то, чтобы они небольшие, но я не знаю, почему, но пролетаем мы очень быстро. На самом деле, я так понимаю, что в Казахстане это расстояние здоровые, здоровенные прямо. Поэтому не совсем ясно, почему мы так быстро пролетаем. Так. Сейчас куда? А, вот сюда. Ну вот, смотрите, опять эта развязка. Я уже даже проезжал здесь, я все равно не запомнил, как ее надо проехать правильно. Такое ощущение, что... А, нет, слушайте, это просто такие же Шкоды везет. Он не может же? Или может? Что, кто-то перецепил уже мои Шкоды и везет в другое место? Да ну, бред. Так не бывает. По-любому другие Шкоды. Просто в другое место, наверное, везут. Возможно, с одного места мы тронулись с ним, с одного места взяли грузы. Блин, я не успел прочитать. Перечеркнуто, не совсем понятно, что написано. Так, ну что? Ой, блин, что-то я тупанул в повороте, пошел на обгон. Ух, ебона мать! Куда ж ты, блин? Я прям испугался. Реально страшно стало. Я думаю, он просто в повороте, ну, понимаете? Это страшная фигня. Никогда так не делайте, ребят. Никогда вслепую нельзя обгонять, никогда. Так, летим. Летим на всех парах. Погода что-то испортилась. Тучи, какие-то облака на небе. То солнышко было, все приятно, красиво тут понеслась, как бы, ну, не очень. Так, что мы летим? Летим. Нормально. Так, тихо, 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 тихо. Вот это прошел просто мастерски. Всех спас. Себя в том числе. Ну, исполнил, ну что, да? Есть такое дело. Исполнил чуть. Ой, блин, поворот, поворот, поворот! Ядрить, кудрить, че я натворил? Ну, пипец просто. Блин, пацаны, положил фуру. Тупо засмотрелся на окружающую вот эту вот всю природу и все, пролетел поворот. Надо было просто оттормозиться и сдать назад потом. Че-то понадеялся, что получится у меня проскочить. Проскочил, ага. Обидно. Так, ну ладно, че, тогда я буду, наверное, вызывать. Вызывать или восстанавливаться буду, не знаю. Сейчас подумаю, че делать. Заглушись ты уже, все. Ладно, пацаны, если понравилась серия, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Пишите ваши комментарии. С вами был Механик и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok